Друзья, всем привет! С вами Валерия Пронина и я приветствую вас на своем канале. Ну и сегодня мы продолжаем говорить о правильном и, главное, безопасном похудении. И рассмотрим такие вопросы, как на что ориентироваться во время похудения и вообще, что должно происходить во время похудения. Мне очень часто задают вопрос о том, ну так на дефиците калории худеют или нет? Работает или нет вот этот самый дефицит калорий? Нужно ли считать эти самые калории? Вот давайте сегодня подробно разберемся, потому что если вот вам ответить в общем, худеют ли на дефиците калорий, то да, худеют. Но давайте разбираться, что обозначает похудение. Похудение можно рассматривать как потерю веса, так и потерю жира. Так вот, давайте представим, что вы считаете калории, создаете дефицит, но не балансируете питание. То есть вы не закрываете вот те факторы, о которых я говорила в предыдущих видео, да, то есть факторы, которые способствуют накоплению жира. Таким образом вы съедаете пищу, да, несбалансированную по составу, там допустим с избытком рафинированных углеводов, с избытком простых сахаров, с избытком жиров и так далее. То есть у нас с высоким гликемическим индексом продукты, то есть соответственно высокая гликемическая нагрузка вашей пищи. Это практически то, что сегодня у нас находится в столовых, в различных фастфуд организациях, в доставках быстрого питания, доставках якобы правильного питания, в кафешках, в ресторанах и так далее. То есть там пища, она не сбалансирована зачастую. То есть это какая-то пюрешка перемолотая, да, то есть это какая-то котлета во фритюре обжаренная, или же просто котлета, которая там состоит наполовину из сои, из шпика, из сала и всего остального. И какой-то листик салата, который для красоты якобы создает вот этот здоровый вид. Вот вы съедаете такой несбалансированный прием пищи, но при этом в общем в дне, да, вы держите дефицит калорий. Что происходит? Соответственно срабатывает глюкоза, у вас на эту еду повышается уровень глюкозы. Инсулин начинает растаскивать эту глюкозу лишнюю, да, по жировым клеточкам. Вы мало двигаетесь, вы типичный офисный работник, у вас мало активности. Некоторые, даже большинство, даже не занимаются силовыми. Или занимаются, ну не знаю, раз, два, три в месяц, да, то есть покупают абонементы и даже потом не ходят в зал. Или же эти тренировки неправильные, да, то есть они, эта тренировочная программа не подходит вам. Что происходит? Соответственно инсулин берет эту лишнюю глюкозу из вашего приема пищи, затащил ее в жировую клетку и соответственно со следующим приемом пищи у вас происходит то же самое. И в общем мы посчитали за день у вас дефицит калорий. Там допустим нужно вам там 2000 калорий, вы создаете дефицит и питаетесь на 1500 калорий. Вы посчитали все по формулам, да, и питаетесь на 1500 калорий. Понятное дело, что в общем вы создали энергодефицит. Организму нужна эта энергия. И откуда он эту энергию будет брать? Он эту энергию будет брать за счет глюконеогенеза. То есть за счет разложения, за счет катаболизма белков. Вы будете терять белки. Плюс, то есть вы будете терять свои мышцы, вы будете терять гликоген. Плюс, каждая диета или какая-то супер чудо методика подразумевает под собой обезвоживание. То есть очень грамотно сегодня вставляется в любую диету, допустим, какой-то термогеник. Там допустим ухаживаете за своей кожей, делаете массажи специальные, обертывания, посещаете там сауны и все остальное. Кстати, во многих фитнес-центрах тоже есть сауна, как раз таки с этой целью. То есть что вы делаете? Вы сгоняете воду. Первое, это вот этот термогенный эффект. Второе, это с чем мы еще можем терять воду? С почками. То есть, соответственно, вы употребляете какие-то чаи, там БАДы или что-то еще в вашей диете. Может быть, там какой-то Гербалаев или другие вот эти вот фирмы, которые любят баловаться диуретиками, которые выводят еще воду с почек. И что еще там присутствует? Еще присутствуют какие-то слабительные компоненты. Потому что следующий этап, откуда еще можно нам забрать воду, откуда можно ускорить вот это выведение каловых масс, это через кишечник. И, соответственно, вы используете какие-то слабительные. Причем порой люди даже не знают, что они это применяют, потому что это так все умело сегодня встраивается в методику, как будто это там для улучшения кожи, это для улучшения тонуса, это для улучшения желудочно-кишечного тракта и так далее. И вы даже не представляете, что поглощая многие БАДы, поглощая чаи, таблетки, и вот все эти манипуляции, создавая собой, вы просто попадаетесь на уловку неграмотных специалистов. И получается, вы теряете мышцы, сидите на дефиците, у вас происходит катаболизм белков, у вас происходит вывод воды, и получается, что вот они ваши 5-7-10 кг в месяц. Здесь уже все зависит от методики. Сегодня, потому что чем большую цифру ты назовешь, тем ты будешь лучше, круче, результативнее в этом мире. Потому что сегодня все сражаются за вот эти килограммы, за вот эти веса. А по сути, вы понимаете, что жир-то остался с вами. Даже иногда это количество жира немножко увеличивается, потому что нет активности. Но вес вы потеряли. И дальше может сценарий развиваться по двум направлениям. Первое, вы сталкиваетесь с так называемым плато, то есть с остановкой веса, потому что организму он не глупый, и он понимает, что да, на 1500 она снизила, значит, я обмен веществ тоже замедлю. Замедляется обмен веществ, вы начинаете питаться там на 1200, вы же сильные, у вас очень много силы воли, у вас много мотивации, вы питаетесь на 1200, и организм такой, так я метаболизм замедлю на 1200. И получается, вот оно, все. И вот здесь как бы происходит следующее. Это плато, нервные срывы, нервозы, чувство голода, и вес возвращается, либо вес не только возвращается, вес возвращается еще и с лихвой, то есть еще дополнительно лишние килограммы. Таким образом, что произошло? Потеряли ли вы вес на дефиците калорий? Да, вы вес потеряли. Но сожгли ли вы жир и сохранили ли вы мышечную массу, вот это уже другой вопрос. Потому что правильное похудение, то, которое несет в себе все эти прекрасные бонусы, о которых говорят, да, в виде там улучшения самочувствия, в виде налаживания гормональной системы, в виде налаживания работы желудочно-кишечного тракта, в виде общей энергии, которая действительно приливает на правильное похудение, вот это все можно получить только тогда, когда вы будете терять жир и максимально сохранять мышечную массу. А это возможно только при вот следующих условиях, да, когда вы будете держать белок, когда вы будете контролировать жиры, поступление жиров, когда вы будете контролировать поступление углеводов. То есть они должны быть цельными, качественными, без избытка добавленного сахара, с нормальным гликемическим индексом, соответственно, это будет создавать нормальную гликемическую нагрузку. Вы следите за защитными факторами, употребляете там хотя бы те же пектины, псиллиум, клетчатку, как в виде там овощей, так и допустим в виде, можно даже каких-то добавок добавлять. О том же псиллиуме у меня есть видео на канале про резистентные крахмалы, про вот те самые пребиотики. Вы, получается, при правильном похудении кормите микрофлору, которая также дополнительно помогает вам сжигать жиры, помогает вам синтезировать необходимые витамины, минералы, ферменты. И получается, вот оно, вы правильно худеете, и вы всегда поймёте, что вы худеете правильно. Потому что у вас, если мы говорим об общем объёме потери веса, то это где-то от полупроцента до процента в неделю. То есть если это вес, допустим, 70 кг, то в неделю вы будете терять от 350 до 700 грамм. И, соответственно, все вот эти вот потери, они будут сопряжены вместе с улучшением самочувствия, улучшением состояния вашей кожи. Вы будете понимать, вы будете чувствовать тонус мышц, потому что где-то может быть жира много, но где-то его всё равно мало. И вы почувствуете вот это наполнение, мышечное наполнение, вот этот тонус. Вы будете понимать, что всё, вы делаете правильные действия, которые приводятся к правильным результатам. И не будет этого жуткого чувства голода, будет наоборот какая-то лёгкость, комфорт, чувство вот этого полёта. Потому что это правильное похудение, потому что правильная, нормальная здоровая еда, сбалансированная еда, она никогда не будет выбивать ваши гормоны и строй, она никогда не будет так действовать на ваше настроение, как на диетах, когда люди просто злые, голодные, нервозные, в постоянном стрессе каком-то. У них ещё и шкалит кортизол, и получается, что после таких похудений люди приходят, а у них оказывается порушен гормональный фон, у них начинаются проблемы с костями, у них начинает развиваться остеопороз, у них начинают развиваться заболевания щитовидной железы, потому что она очень реагирует, это главный орган метаболизма, она очень реагирует на вот эти все игры с нашим обменным веществ. Вот, поэтому когда, ну как бы в общем отвечать на вопрос, да, действует ли этот закон термодинамики, да он действует, конечно, но вот только он действует совсем не на то, на что должен действовать, да, поэтому если вы хотите действительно заниматься правильным похудением, то пересмотрите все видео с самого начала, и там вы можете составить вот этот индивидуальный ваш план похудения, рассчитать свою норму белков, рассчитать свою норму жиров, по углеводам уже ориентироваться, исходя из ваших потребностей, активность увеличили, количество углеводиков немножко подувеличили, активность уменьшилась, сидим на карантине, движения мало, то соответственно углеводов будет меньше, и активность вы также должны выбирать правильно, акцент в основном делаем на ходьбу, да, потому что это не только благоприятно действует именно там на сжигание жира, но это также благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему, на опорно-двигательный аппарат, ну а если уже хотим еще и мышцы при этом сохранить, чтобы какой-то рельеф увидеть, чтобы вот это наполнение увидеть, тогда включаем силовые, силовых не должно быть много, грамотно построенная тренировочная программа, может быть на две тренировки вы можете рассчитать в неделю, кто-то на три, да, здесь уже тоже мы об этом поговорим, как правильно делать, ну вообще рассчитывать тренировки, потому что должны проводиться определенные тестирования, вы должны понимать, что вы уже сейчас имеете, вот, поэтому потеря веса это не только килограммы, да, потому что килограмм можно терять за счет чего угодно, потеря веса это прежде всего потеря жира и максимальное сохранение мышечной массы, чему я буду постепенно учить вас в своих видео. Надеюсь, я буду вам полезна, если есть вопросы, есть какие-то, ну может быть что-то хотите, какую-то тему больше подраскрыть, какая-то тема вам особо интересна, пишите, пожалуйста, в комментарии, я попытаюсь на все эти вопросы постепенно отвечать и раскрывать их в дальнейших видео. Ну что ж, я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока!